Собственно, овервью моего доклада представлено на заголовном слайде. За этот слайд спасибо отдельно Саше Бельских. Для меня самое главное событие изображено слева, снизу. Естественно, давайте начнем с овервью этого года. И, как мне кажется, год запомнился, по крайней мере, мне точно, ликами в соревнованиях на КГЛе. Здесь представлены, ну то есть то, что я быстро вспомнил, это первое соревнование этого года по картинкам. Это был айсберг. И там, соответственно, ситуация была в том, что была информация об угле съемки картинок. И слева сверху показан трейн, где прекрасно отделяются два класса. И, соответственно, такое же выступление было в тесте. Соответственно, можно было просто получить ответы некоторыми простыми ручными правилами, либо как фичей. И дальше были два лика, связанные с тем, что данные представлены были в виде тайлов, которые собирались в мозаике. Так или иначе. Это было в Соле, где можно было собрать 3D-мозаику от разных тайлов. И, соответственно, смачить разные куски трейна и теста. И тем самым получить ответы для части теста. И самый эпичный лик был в Airbus, где были спутниковые снимки. И были очень большие изначальные тайлы, которые дальше нарезались на более маленькие. Их резали шагом 256. Они имели размер 768. Соответственно, они перекрывались полностью. И драматика в том, что эти тайлы дальше рандомным образом раскидывались между трейн и тестом. Поэтому можно было получить, не обучая никаких моделей, в качестве 0,96, просто используя то, что мы нашли в трейне. И по итогам года мы с Евгением Нежибиским сделали постер на конференции NIPS, который был посвящен тому, как вообще зафилить соревнования по картинкам. И там, где мы рассказали про лиги в соревнованиях 2017 года и те свежие лиги, которые были в 2018 году. Теперь, соответственно, можно надеяться, что в 2019 году ликов не будет. Но поживем увидим. Ну, как бы, несмотря на все эти лики, эти проблемы, для меня год запомнился тем, что, вообще говоря, ну, то есть, общество ОДС доминировало на КГЛе. И я не могу вспомнить ни одно соревнование по картинкам, где в топе не было бы участников из ОДС Лака. Соответственно, очень знакомым событием было соревнование E-камера, где каждая команда начала использовать префикс ОДС АИ в названии своей команды. При этом, ну, как бы, они заняли очень много топовых мест. И на форуме индусы начали жаловаться, что, ну, как бы, у нас есть какое-то закрытое сообщество, которое не делится кодом, где мы делаем какие-то незаконные действия. После чего наш лак посетили такие легенды, как Inversion и Giba. Соответственно, они зашли и, ну, как бы, проверили визуально, что у нас все законно и их, вроде, все устроило. Соответственно, теперь в нашем чате есть эти люди, и это, мне кажется, очень прикольно. И это заслуга того, что, ну, как бы, мы все занимали очень топовые места на лидерборде. Следующая драма, по крайней мере, с которой я точно следил, это топ-кодеры. Соответственно, история была такой, что эти три товарища, это Александр Буслаев, Селим Сифербеков и Виктор Дурнов, они сначала рубились на топ-кодере. На топ-кодере нельзя объединяться в команды, поэтому, как бы, они соревновались друг с другом. И это было на соревнованиях в SpaceNet. Ну вот, после этого, после того, как они заняли топовые места, они решили объединиться в соревновании, которое называлось Data Science Ball. И это тоже было очень знаковое соревнование, потому что, во-первых, они все втроем сильно превзошли бейслайн, и, что самое главное, для комьюнити, для сообщества, они разработали пайплайн, который позволяет очень простым способом делать инсосегментацию. То есть до этого инсосегментация была довольно сложным бейплайном, например, это был маск РСНН, который нужно как-то обучать. Они же придумали, ну, как бы, значимое улучшение в виде того, что можно использовать таргет с масками и с границами, либо с разделителями, после чего инсосегментация получается прям, типа, ну, почти в один фит-предикт. И лично я, опять же, много использовал это в работе в этом году для задачи, связанных с ОЦР. Ну, вот, и другая значимая вещь этого пайплайна в том, что теперь, ну, как бы, была есть некоторая история, связанная с академиками, которые захотели опубликовать свою научную работу на этом же датасете, но их зарежектили из-за того, что они не превзошли качество этого бейслайна. Соответственно, теперь для академиков настали сложные времена, поскольку, ну, то есть вы можете себе представить, что такое побить топ-1 решение на КГЛе для академиков. Теперь придется что-то с этим делать и как-то с этим считаться. Ну, вот, но при этом доминация топ-кодеров в плане сегментации была недолгой. И в конце этого года прошли два соревнования, которые были как раз посвящены сегментации, где топ-кодеры не заняли топовые места, то есть они, точнее, не заняли первое место. Они заняли места в топ-3 по Polynesamani, но, что, опять же, тоже было очень значимо, и мне кажется, это очень круто, что молодые ребята, которые были, ну, которые не обладали таким значимым опытом, как топ-кодеры, потому что они все-таки некоторые аксакалы и эксперты в своей области. Ну вот, их смогли обойти на лидерборде чуваки, которые были, ну, очень молоды и до этих соревнований известны. Соответственно, это Бес из Минска, который занял первое место вместе с японцем на соревновании с Соль. И на соревновании от Airbus'а Константин Гаврильщик и Евгений Кононенко заняли первое место и обошли топ-кодеров. Ну вот, мне кажется, что это должно вдохновить молодых участников на то, что даже если вы, как бы, неопытные, вы первый раз участвуете в соревнованиях, то вы в любом случае можете ставить конкуренцию, как минимум, и вообще говоря, занять первое место. Эти ребята продемонстрировали это самым ярким образом. Ну вот, и что будет, как бы, теперь самое значимое для, опять же, комьюнити, как мне кажется, это то, что можно вынести после этих соревнований в плане сегментации. Первое, что, как бы, нужно понять, что ванильный юнет это то, что вам, скорее всего, нужно использовать. Как минимум, вам нужно заменить энкодер на более тяжелой сеткой, ну, как бы, с Минсшнета. Скорее всего, это будут Resnext, либо SE Resnext. Может быть, так же хорошо заходит до Palpast Network и DanceNet. Кроме того, прослеживается тренд, что теперь стало очень модно засовывать attention-блоки в картиночные сетки. Соответственно, в декодере теперь, ну, это было показано на соли, и на Airbus не так это было заметно, что SE-блоки в декодере, они, как бы, вам значимо докидывают. Так же в bottleneck этого энкодера-декодера вы можете вставить фич-пермит-аттеншн, то есть это тоже некоторый аттеншн, который улучшает качество. И в конце вы можете собрать не просто подсказания из последнего слоя, а собрать гиперколонны из фич разного масштаба. После этого сделать такой тип пирог фичей, и они, как бы, тоже дают вам некоторую информацию о том, как дискомидировать объекты на разном масштабе. Здесь ультра-важное замечание стоит в том, что SE-блоки, они, как бы, работают не всегда, и с ними нужно быть очень аккуратными. Тут надо, то есть, ответить на один простой вопрос. Если у вас вход при обучении и при инференсе один и тот же, то вы можете использовать SE-блоки и E-аттеншн, и вы должны это делать. Если же теперь у вас во время обучения и во время инференса масштаб разный, то есть у вас картинки разного размера, то это некоторые калибровки, которые вообще, говоря, едут. После того, как вы используете, обучаетесь на одном размере и делаете инференс на другом. То есть, несмотря на то, что сеть у вас fully convolutional, вы все равно должны, как бы, принимать в расчет размер входной картинки. И это то, что, например, не сработало на Airbus, потому что на Airbus все обучались на маленьких кропах, а предсказывали на очень больших тайлах. И как раз в этом случае интеншн-блоки не работали. Ну и что касается обучения, то стал уже де-факто стандартным некоторые приемы, которые работают бы хорошо на когле. Это snapshot-ансамблинг и pseudo-лейблинг. Соответственно, я не знаю ни одного соревнования, где бы топовые команды не использовали эти два приема. Ну, кроме, может быть, snapshot-ансамблинга, который можно заменить на самом деле SWA. То есть это некоторое взвешенное усреднение весов моделей с разных чекпоинтов. Ну вот, соответственно, в случае pseudo-лейблинга очень важно придумать некоторую прокси к тому, как вы меряете вероятность, точнее не вероятность, а уверенность ваших моделей. После чего вы делаете вид, что самое уверенное предсказание ваших моделей – это новые лейблы, и снова переобучаете зоопарк. Соответственно, это то, что нужно использовать в случае соревнований, что не очень хорошо, скорее всего, работа для продакшена. Двигаемся дальше. Соответственно, что касается классификации, то, ну, по крайней мере, на мой взгляд, человеком этого года в плане классификации стал Павел Остяков. Если присмотреться на участие в его соревнованиях, то он участвовал только в классификации и в инклюзиве занял первое место. А до времени с этим получил Грандмастера. Что, опять же, на мой взгляд, очень значимо, то, что Паша, как мне кажется, первый показал, что архитектуры на Снет, они показывают топовый перформанс не только на ImageNet. То есть раньше бы давало мнение, что на Снет он как бы оверфитнут архитектурой на ImageNet, поэтому он не подходит для файн-тюнинга на других датасетах. Паша показал, что на соревнованиях таких, как QuickDraw и Inclusive, это была его лучшая сеть. Соответственно, на Снет работает теперь не только на ImageNet. Также Паша показал, что очень полезные фичи – это KNN. Это также было показано на соревнованиях предыдущего года. И что нам взгляд очень прикольно, то, что если даже у вас многоклассовая классификация в картинках, и даже если у вас количество классов больше тысячи, то вы все равно можете использовать LightGBM в качестве модели второго уровня. Для этого нужно сделать катфичи, и про это есть отдельный доклад Паши. Ну и другая щепотка магии, которая позволяла занять топовые места – это венгерская балансировка. Когда вы знаете распределение классов в вашем тесте, вы можете перекалибровать количество сэмплов каждого класса и получить топовое место. Это то, что, на самом деле, деляло команду с первого места и, например, с десятого места на последнем соревновании, которое было про Quickdraw. Естественно, теперь по итогам года, за счет картинок, в том числе, в топ-10 есть три человека из России. Это, собственно, Паша Шестяков, Паша Плесков и Роман Соловьев. Ну вот. Мне кажется, что это очень прикольные и значимые события. Теперь, что касается не соревнований. На мой взгляд, этот год запомнился тем, что Ганны наконец-то стали годными. В плане того, что они начали генерить картинки, которые не криповые, которые имеют очень хорошее качество и они не отличимы от настоящих. Здесь можно спросить, какая картинка из этих настоящая. Такая синтетическая, если вы помните статью. И правильный ответ, что они все не настоящие. То есть это все сгенерированные нейросети картинки. Что мне кажется, очень прикольно. Следующая вещь – это сайклганы между синтетикой, опять же, GTA и CDScape. То есть чуваки в этой статье показали, что можно генерить правдоподобные данные, которые похожи на реальные, с помощью синтетики, и обучая просто сайклганы между синтетикой и несинтетикой. Соответственно, это видео-транслейшн, где можно получить примерно не особо криповые видео с улиц, кажется, Манхэттена. И последняя работа про ганы, которая запомнилась опять же в этом году – это ультра-высокого качества лица, которые генерятся с помощью, опять же, ганов. На этом слайде показано, что у нас есть, как бы, некоторый стиль, условно говоря, лица, или, ну, не знаю, фичи лица, которые есть в виде источника. И дальше мы можем контролируемо менять, собственно, пол, прическу, возраст и направление лица. И, опять же, я просто рекомендую посмотреть видео, которое есть по ссылке. Там это выглядит гораздо более, ну, как бы, изящно и более красочно, чем я это описал на слайде. Дальше, что касается фрейворков, то PyTorch, наконец-то, выкатился на PyTorch 1.0. Я проверял свой пайплайн, и он завелся без заменений. Соответственно, там не сломалась обратная совместимость, и на него можно прямо перекатываться. Скорее всего, это будут баги, но я, скорее всего, уже просто перейду на него и буду использовать его. Ну, вот, а TensorFlow, в свою очередь, покатился на 2.0, но не смог это сделать в этом году. И также, что касается, по крайней мере, команды Debrain, они очень радостно восприняли, что TensorFlow перекатился на дна JavaScript. Соответственно, теперь в браузере можно запускать TensorFlow, и, ну, как бы, почему-то они очень сильно довольны этим. Ну, соответственно, что же касается теперь, точнее, как мне кажется, что в следующем году будет доминировать. То есть, я еще ни разу не встречал ситуацию, когда в Kaggle-соревнованиях заходили ганы, но теперь они стали, ну, реально очень качественными и хорошими. Соответственно, ну, и это с одной стороны. С другой стороны, есть фрейворки, позволяющие оптимизировать архитектуру нейросетей под конкретный датасет и под конкретную задачу. И кажется, что если теперь объединить эти две вещи, такие как ганы и алгоритм поиска архитектуры под датасет, то это, как бы, easy gold в один фит предикт. Ну, вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И теперь по старой сессии.